Дорогие друзья, добрый день! Мы рады приветствовать вас на продолжении наших мероприятий «Неделя карьеры». И сегодня у нас мастер-класс, посвященный теме трудоустройства, и мы будем говорить о том, как найти работу в современных рыночных реалиях современной экономики. Я представляю нашего сегодняшнего спикера Кавришкина Мария, старший преподаватель кафедры менеджмента. И в диалоге будут принимать участие наши выпускники. Это Кирилл Камолов, выпускник факультета экономики и управления в направлении «Прикладная математика и информатика». Сегодня Кирилл работает в крупной компании, занимающейся денежными перевозами. И Кирилл Толокнов, также выпускник факультета экономики и управления в направлении «Маркетинг». Сегодня он работает в крупной ритейлинговой сети продуктовой. Итак, Мария, вам слово. Да, добрый день, все, кто нас смотрят. Хотела бы я начать с чего-нибудь оптимистичного в этот разговор, но, к сожалению или к счастью, поиск работы для выпускника – это очень нервное занятие. Это то, что вызывает очень много беспокойства, и я очень сочувствую, особенно ребятам, которые в этом году заканчивают. На ваш поиск работы наслоится и экономическая ситуация, и коронавирус, и у вас будет действительно, наверное, больше трудностей, чем у других выпусков. Но пара-тройка советов, думаю, вам будут не лишними, потому что никто из нас не рождается с умением искать работу. Как-то все это делают первый раз. Вот сегодня мы это и обсудим. Итак, тема нашей сегодняшней беседы – первый поиск работы. Какой он, на каком этапе его стоит делать? Вот это первый вопрос, который я хочу затронуть. Поскольку я сама преподаю у выпускников, когда мы с ними обсуждаем вопрос трудоустройства, у нас часто звучит фраза «еще вчера». Работу надо было искать «еще вчера», «еще на третьем курсе». Почечникам это безумно трудно делать, они из-за этого пропускают занятия, куда-то убегают. Но мой добрый совет – вот то самое золотое время – это каникулы после третьего, перед четвертым курсом. Те самые два месяца, когда вы можете получить практику практически неважно где, но важно, чтобы эта практика была в компании, где вас, во-первых, смогут оформить, вам нужны доказательства, а во-вторых, вас могут чему-то научить. Это тоже очень важно. Поэтому, когда меня студенты спрашивают, а Макдональдс, ну неважно, там, KFC, Боргер Кинг, да, это большие корпорации, вас учат дисциплине, вас учат правилам, вас учат процедурам. И самое главное, у вас там законное трудоустройство, и вот пойдет отчет вашего стажа. Это очень важно. Что еще хочу заметить. Студент – это такой человек, который, ну скажем так, на момент выпуска он является машиной базовой комплектации. У него есть некие знания, полученные в университете. У него почти нет трудового опыта, и у него не всегда есть полный комплект знаний, который необходим для его комфортной эксплуатации на рабочем месте. Иногда студенту не хватает иностранного языка, какой-то компьютерной программы, водительских прав, знания делового этикета. Вот это то, что надо делать на третьем-четвертом курсе. Музгу предоставляет очень много возможностей. Различные курсы, тренинги. Вы можете найти их у внешних провайдеров. Пока у вас есть свободное время, пока мама с папой соглашаются вас кормить, самое время поработать над своими скиллами. Это важно. Потому что когда вы закончите вуз и начнете бегать по собеседованиям, а потом еще бегать по работе, это будет намного меньше времени. Я думаю, выпускники оба Кирилла со мной согласятся, что сейчас пройти курсы – это менее просто, чем было бы, если бы занялись этим на каникулах. Очень многие курсы – это две недели, месяц, и вы получите тот самый сертификат, а самое главное – те скиллы, которые вам понадобятся. Второй совет студентам, еще, скажем так, на нулевой стадии поиска работы – это внимательно слушайте преподавателей на тему того, что они говорят о своей работе, о своих бизнес-контактах. Возможно, они предоставят вам вашу первую работу. Это те самые хорошие деловые связи. Мы, преподаватели, вас видим. Какие вы умненькие, какие вы общительные, какие вы глупенькие. Но мы хотя бы понимаем, кто вы такие. И вот у меня много раз были ситуации, когда мои знакомые мне говорят, слушай, нужен стажер, можешь посоветовать кого-нибудь толковый своих студентов? Да, окей. Вот сделайте так, чтобы я о вас узнала. Сделайте так, чтобы вы со мной контактировали, и я понимала, что вы хотите. Многие наши преподаватели становятся первыми работодателями своих студентов или первыми рекомендодателями своих студентов, устными или письменными. И третий момент на нулевой стадии. Вот на прошлом мастер-классе Марина рассказывала о студенческом портфолио. Я позволю себе дополнить, что портфолио, ну, конечно, да, студент может подкопить большую папку с грамотами о всех своих достижениях. Портфолио – это то, что вы предоставите работодателю как бы пока вместо вашего опыта. У вас нет опыта. На третьем, четвертом курсе у вас его почти нет. Но у вас есть двухнедельный лагерь волонтеров, где вы научились общаться с людьми. У вас есть выступление, где вы были ведущим. То есть вы не боитесь аудитории. У вас есть еще какие-то опыты публичных выступлений, научных работ и так далее. Итак, вот ваша нулевая стадия. Что происходит на первой? Так, представим, что вы заканчиваете вуз. В последнем семестре у вас почти нет занятий. У вас идет преддипломная практика. И вот это ваша возможность. Мы как-то привыкли, что преддипломная практика – это то, что нужно университету и не сильно нужно людям. Но это место работы, куда вас запустили вовнутрь. Вы познакомились с людьми, вы познакомились с местом, с компанией, с ее нормами. И если они вам стали близки и приятны, то почему бы там и не остаться? Во многие годы и очень давно, и 20, и 50 лет назад практика – это действительно то, где вы можете потом работать. Вы можете поговорить с людьми, что вот сегодня я пишу просто отчет, но завтра я хочу прийти к вам стажером. И вот это еще один вопрос о трудоустройстве студентов. С одной стороны, вы студенты, и вот я думаю, тоже парни со мной согласятся, но денег хочется. Студенту хочется денег. Подарить девушке цветы, маме подарок, сходить в кафе – все понятно. Но, ребят, не гнушайтесь стажеровок. Да, они бесплатные. Да, вам не заплатят. И вы еще потратите деньги на проездной и бутерброды или бизнес-ланч. Но это ваш опыт, который опять же будет записан, будет зафиксирован, будет зафиксирован сознанием. И это то, чему вы научитесь. Сейчас многие осуждают, особенно крупные корпорации, что они, ну, если хотите, эксплуатируют стажеров. Это бесплатная рабочая сила. Ну, простите, господа студенты, вы еще не так много умеете, чтобы вам много платить. Точнее, вы не умеете ничего. И вот это то, это та возможность, когда вы первый раз реально поймете, как работать. Стажировка – это важно. Никто не гарантирует, что после стажировки вас возьмут на работу. Все зависит от вас. Пожалуйста, работайте. Пожалуйста, делайте. Поэтому вот мой вам совет – не ищите работу, чтобы сразу было много денег. Ну, откуда им взяться? Ну, вы ничего не умеете. Допустите мысль, что какое-то время вам будут платить полставки. Ну, заодно, кстати, это удобно. Вы сможете совмещать ее с учебой. Вы же и времени меньше будете проводить. Поэтому вот такая логика тоже должна быть. Я сейчас спрошу Кирилла Толокнова. Кирилл, вы работали до того, как закончили университет? До того, как закончил университет, я в основном только подрабатывал. То есть через различные мобильные приложения. Там занимался доставками, работал курьером. И вот как бы использовал всякие способы заработка, не являющиеся постоянной работой. Там проходил опросы какие-то. Это, в общем, как говорится, да, деньги, естественно, нужны. И без денег никуда. Ни школьнику, ни студенту, ни любому человеку. Поэтому как бы приходилось искать разные способы в свободное время. Что было полезного в этой работе, кроме денег? Ну, во-первых, везде тоже разный круг общения. И со всеми людьми, даже банально проходя какой-то социальный опрос, ты находишься в большой аудитории, и тебе нужно контактировать как с ведущим, так и со всей аудиторией. То есть как бы учился не стесняться себя, общаться со всеми, кто тебя окружает. И, ну, набирался опять-таки, слушал размышления своих сверстников, также там вообще о жизни, о их поиске работ. Ну, вообще просто узнавал, как проходит жизнь у людей моего возраста. Как бы чем они занимаются, к чему они стремятся. И делал какие-то полезные выводы для себя. Как бы что стоит делать в этой жизни, а чего не стоит. А вы по специальности маркетолог. Да. Опросы – это работа маркетолога. Захотелось потом этим заниматься? Ну, на самом деле довольно интересно. Как рекрутинг, так и непосредственно проведение самих опросов. Я в них участвовал, получается, ну, как бы неофициально, потому что как маркетолог я не имею права в них участвовать. Я притворялся бухгалтером в основном, обучающимся в мозгу, и благополучно в них принимал участие. Так, диплому это как-то помогло? То, что вы увидели маркетинговую кампанию изнутри? Ну, именно моему диплому нет, но как бы в целом информации довольно много получил. Вообще как на будущее, так и для себя. Как появились какие-то новые интересы. Понял, что этим всем интересно заниматься. Потому что, будучи маркетологом-справедливым, если бы я всем сказал, что я маркетолог, я бы не смог там оказаться и все это увидеть, услышать и поучаствовать. Это так, я как-то получил, можно сказать, неофициальным образом, но дополнительную информацию для себя. И мне стало это вдвойне все интересно. Как участие, так и проведение подобных мероприятий. Хорошо, спасибо. Кирилл Камулов, вы по специальности, специалист по прикладной математике. Ну да, там коротко инженер. Да, да. В чем конкретно состоит ваша работа сейчас? Сейчас, ну я рисковик, я аналитик отдела анализа и контроля операционных рисков. Но это новое, наверное, направление, скорее, сейчас. Ну, вы как видите, не новое. Да. Ну, наверное, по объективным и, наверное, субъективным причинам. Это не моя специальность. Я не по специальности работаю. А вы начали работать со студенчества? Да. Ну, не на этом месте работы, но в 2014 году, когда я еще не выпустился, вот это был... Я раньше думал, что это третий курс был, на самом деле четвертый. Вот. Я работал на временной работе летом, и это был визовый центр. Два месяца. Нет, опять же, не по специальности. Это была подработка для того, чтобы просто накопить денег. Вот. И, ну, получить опыт, конечно. Чтобы после университета было не стыдно. Чтобы можно было говорить, что опыт все-таки есть. Конечно. Потому что, а где взять опыт, если опыта нет, а без опыта не берут. Да, любого, да. Это так случаются студенческие времена. Чтобы потом не писать грустные паблики ВКонтакте. Да. На самом деле это правильно. Теперь затронем вот какой момент. Мы уже поговорили о том, что студент может найти работу через интернет, через приложение, где-то их скачать, воспользоваться поисковиком. Какие еще могут быть каналы поиска работы на разных уровнях и в зависимости и от ваших пожеланий, и от возможностей, которые предоставляет студентам и выпускникам рынок труда. Ну, во-первых, начнем с того, что помимо преподавательских рекомендаций, помимо практики, у нас есть работные сайты. Это понятно. Но здесь я обращу внимание вот на какой момент. Вы, конечно же, подготовите резюме. Работные сайты дают форму. Это несложно сделать. Мы, может быть, на отдельном занятии сможем поговорить о редактуре резюме. Пока я не буду затрагивать этот вопрос. Но обращу внимание вот на что. Поскольку я много лет работала рекрутером, не всем соискателям понятно, что получить доступ к вашим контактам соискательским, имейлу, телефону, полному имени, кстати, это дорого. Иногда работный сайт оценивает стоимость каждого отдельного контакта. Иногда подписки на месяц. И порядок цифр – это десятки тысяч рублей. В Москве, в регионах немного меньше. Не каждый работодатель готов платить их регулярно. И поэтому нужно, помимо рабочих сайтов, работных сайтов, где иногда есть лимиты, что рекрутер не может просматривать больше стольки-то резюме в день или в месяц. У него могут закончиться деньги, он не увидит вашего резюме, каким бы прекрасным оно ни было. Вы должны искать другие пути. Какие другие? Ну, во-первых, у вас могут быть представления о компании вашей мечты. Вот вы знаете, что вы хотите работать в ООО «Ромашка». Вы же можете найти их телефон. Вы можете найти телефон отдела кадров, отдела персонала, отдела рекрутинга, как хотите его называйте. Они его сами назвали. Вы можете им позвонить или написать и отправить им на почту свое резюме с пометкой «В кадровый резерв!» С надписью в теле письма «Здравствуйте! Прошу рассматривать меня на имеющейся либо перспективной вакансии». Вам будут очень признательны рекрутеры за этот подарок. Потому что, возможно, в этот самый момент они считают свою последнюю копеечку на HeadHunter, и у них нет денег оплатить ваши контакты, а вот вы им забесплатно предоставили свое же резюме. Не ленитесь рассылать резюме по компании. Вы можете найти, ну не знаю, как вы можете его искать. Первая сотня рейтинга РБК. Все компании, которые упоминались за последнее время. Как-то еще. Все компании, которые находятся рядом с вашим домом. Кстати, тоже вариант. Иногда задают вопрос, стоит ли искать работу, что называется, дверь в дверь. Ну, здесь вопрос, я бы сказала, непростой. Потому что, с одной стороны, это некая профессиональная этика. Вы не можете, будучи экономистом, зайти в дверь магазина, сказать, здрасте, вам экономист не нужен. Но это как-то слегка странновато и дает повод заподозрить, что вы не очень-то понимаете, что такое деловая этика. С другой стороны, написать вы можете. Вежливое, хорошее письмо. Вы можете обратиться в какие-то компании, которые размещают объявления в прессе. Не поверите, но в природе существуют местные телеканалы. Я когда-то сама удивилась, как легко закрыть вакансию через местную телестудию, у которой передачи два часа в день. Но даешь бегущую строку, она стоит там 400 рублей за день. И вот вам уже звонят. И это тоже канал поиска. Стоит ли обращать внимание на такие, ну, совсем непрестижные вещи, как объявления на заборе? Ну, если кто-то повесил, значит, кто-то готов услышать звонок «Здравствуйте, я по объявлению». И в этом тоже ничего плохого нет. Понятно, что кажется, что высококвалифицированную работу так не найдешь. И это правда. Ну, как минимум, кстати. По объявлениям на заборе вы можете понять, а какая компания вообще ищет людей? А какой филиал открылся в вашем районе или в вашем городе? И, возможно, да, они ищут грузчиков, они ищут продавцов, они ищут мерчендайзеров. Но, может быть, им и экономист нужен, может быть, им и программист нужен, может быть, им кто-то еще нужен. Они просто это не разместили. И у компании бывают баги вот в этом потоке информации. Они могут рассылать ментальные сигналы, но вы их не услышите. И у вас могут быть баги, что вы хотите найти работу. Возможно, человек в соседнем офисе в сокольном этаже вашего дома ищет сотрудника, но вы об этом не знаете. Такие темы тоже могут быть. Ну и, конечно, еще один, точнее, еще два важных канала информации. Это, во-первых, профессиональное сообщество в интернете. Вот, я думаю, Кирилл Камолов со мной согласится, программисты очень любят тусоваться на каких-то форумах. Это могут быть специализированные форумы программистов и, кстати говоря, геймеров. Да, и где-то что-то кто-то находит. Кирилл Толокнов, я думаю, со мной согласится, что соцсети, второй канал – это очень важная тема. Причем, как соцсети, ваши подписчики, вы можете действительно написать пост «Ребят, я ищу работу». И, может быть, какие-то ваши друзья сообщат своим родителям, своим друзьям, кому-то еще. Кто у вас в подписчиках и сколько у них друзей, кто репост нет. Естественно, вы можете написать «Прошу максимальный репост», там «Всем добра и котят», «Картинка для привлечения внимания», а можете сразу прикрепить файл резюме. Это зависит от фантазии. По поводу еще одних профессиональных сообществ, о которых мало кто догадывается, не находясь в нашей профессии, это сообщество рекрутеров. Вы не поверите, сколько в сообществах рекрутеров просто криков по помощи. Ребята, нужен такой-то, нужен маркетолог, нужен программист. Пожалуйста, буду признательна за рекомендацию. А тут вы появляетесь. Здравствуйте, я как раз маркетолог. В соцсетях общаться проще, но и сложнее. Не хотелось сегодня затрагивать эту тему, но, господа и дамы, поработайте над имиджем. В ваших соцсетях должны быть данные о том, какой вы человек. Постарайтесь, чтобы эти данные и правда отражали, какой вы хороший. Понятно, нам иногда хочется запостить ругательную картинку. Нам иногда хочется запостить рецепт салата с майонезом или пирога. Стоит ли это делать в тот момент, когда вы ищете работу? Хорошо об этом подумайте. Мне много раз рассказывали мои студенты, что иногда отказ прямо на собеседовании они могли услышать от рекрутера, который просто показывал им их профайл в соцсетях, а там фото в какой-нибудь неприличной маечке. Но я не хочу такого человека у себя в офисе, и я его не возьму. Как бы прекрасно он не разговаривал на собеседовании. Вот такие вещи тоже есть. Поэтому соцсети – это наше окно в мир, где мы показываем себя, но в том числе, где мы смотрим информацию о других. Что можно узнать в соцсетях о компаниях? Ну, сейчас почти все ведут профайлы. В Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте. Ну, насчет одноклассников не знаю, да и стоит ли туда заходить в вашем возрасте. Но может быть и в одноклассниках. Это не важно. У многих компаний сейчас даже сайта нет, а есть профиль в Инстаграме. Что вы можете там узнать? Помимо рекламы, конечно, они же заплатили дизайнерам. У них все красиво. Красиво. У них идеальный профиль, включена музыка, летит самолет, счастливые потребители, цветы, дети, котята. Все миленько. Что вы можете узнать за скобками этого процесса? Точно так же, как о вас могут узнать по вашей футболке, по вашему плейлисту, по вашим подпискам на какие-то группы. Вы о компании можете узнать. Потому открывают или закрывают они комментарии к своим постам? Есть ли им что скрывать? Много ли их ругают в сетях? Потому как они отвечают людям. Быстро ли? Есть ли адекватный ответ? Или все ответы от бота? Спасибо за обращение, мы вам обязательно перезвоним. Ну, подумайте, как устроена эта компания, если у них такая коммуникация. Потому что такая же будет с работниками, если не хуже. На вид они еще добрые. На вид они еще дают какие-то благостные ответы. Работнику они могут дать другой ответ. И вот это тоже очень важный нюанс. Ваш поиск – это поиск в две стороны. С одной стороны, вы сообщаете миру, что вы есть, что вы хотите найти работу. С другой стороны, вы ищите информацию о компании. Можно ли собирать отзывы на пабликах типа Blackjob, Anti-job, ну и так далее. То есть где пишут плохие отзывы работодателю? Конечно, да. И, конечно, вы найдете их практически в любой компании. Скажите, пожалуйста, вот Кирилл и Кирилл, каждый раз, когда вы увольнялись, вы оставляли хороший отзыв о компании, в которой вы работали? Я не оставлял, на самом деле. Я как-то старался забыть о них как можно быстрее. Нет, 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 я шучу. Ну, просто уже психологически рассматриваю, ну, по крайней мере, я, компанию, из которой я ушел, уже как какую-то закрытую, перелистнутую страницу. И это просто запись в трудовой книжке, опять же, чтобы сказать на следующей работе, что у меня был, там, неплохой опыт работы. Но как-то объективно оценивать уже компанию не хочется, потому что уже отработал что-то. Так, Кирилл Толокнов, оставляли? Я не оставлял отзывов вообще никаких, потому что вот в университете часто слышал историю о том, что в основном пишут негатив, потому что люди на нервах. И я понимал, что я настолько как бы тоже проникнут в текущей атмосфере, что я буду писать только негатив и порой, ну, не до конца объективный. Поэтому я решил, что как бы я лучше свое мнение оставлю при себе и сделаю свои выводы тоже для себя. Не буду их. Ну, вот вы подтверждаете то, о чем я говорила. Действительно, хорошего не пишет никто. Даже если компания и правда была хорошая, а вы ушли, например, из нее в связи с переездом в другой город или просто в связи с тем, что у вас как-то планы поменялись, хороших отзывов практически никто не пишет. Дискуссии, опровергая плохой отзыв, тоже мало кто участвует. Но зато, если понадобится написать, какие они гады, из пяти звездочек поставить одну, на это многие готовы. Особенно те, кто уволились, ну, действительно, с какими-то проблемами. Вот вы правильно сказали, забыть, как кошмарный сон. Или как не кошмарный, но просто забыть. И потом не забывайте. Действительно, люди так устроены, что иногда приходится объяснять причину увольнения и на следующем собеседовании, и маме с папой, и самому себе. И лучше сказать, что там были гады, и что компания плохая, и что они меня подавляли, они меня эксплуатировали, а я, естественно, хороший человек. Поэтому хороших отзывов вы практически ни о ком не найдете. Но если только сами маркетологи компании не озаботятся написанием вышеупомянутых отзывов. Сейчас этого много, но вот здесь есть такой нюанс. Не надо бояться плохих отзывов прям совсем. Но на какие бы отзывы я советовала обратить внимание? На конкретные. Если вам пишут о том, что, ну, условно говоря, в офисе холодно, или плохие бытовые условия, и на это никто не обращает внимания. Ну, вот это какая-то конкретика, которой есть основания поверить. Если просто пишут, компания плохая, все дураки, а я вот хороший, поэтому я ушел. Ну, наверное, нет. Тем не менее, это все равно источник информации. Потом не забывайте еще вот какую вещь. Мы всегда различаем, мы HR-ы, мы экономисты, HR-бренд и просто бренд. Бренд компании – это в том числе ваше убеждение. Хотите ли вы работать в компании, которая, ну, допустим, испытывает что-то на животных, которая не применяет экологические технологии, которая не исповедует те социальные идеи, которые интересны вам и которые важны для вас. Готовы ли вы работать в компании, если вы… Ну, вот сейчас это в основном с экологией связано, но это может быть связано с чем угодно. Представьте себе, что вы заботитесь о Zero West, вы переживаете о природе, а компания выбрасывает бумагу, компания использует пластик и не сортирует. Будет ли вам приятно в такой компании работать? Не превратится ли ваша работа в регулярные конфликты? Компания тоже об этом беспокоится. Поэтому компания, с одной стороны, развивает бренд, и к нему стоит присмотреться. Помимо экологии, это может быть связано с технологиями. Кстати говоря, обратите внимание даже на то, в каком виде, особенно сейчас, с вами готовы провести онлайн-собеседование. Как у них на сайте изложена схема проезда? Насколько они вообще в ладах современным миром? Или они будут вам все диктовать по телефону и говорят, ну вы принесите распечатанное резюме, мы вот на почту ничего не принимаем, у нас почта только у директора. И, кстати, ну это смешно, но это бывает, не поверите, это бывает. Обращу еще вот на что внимание. Рекрутинг в больших и малых компаниях проходит по-разному. Если в малой компании, допустим, удобной вам по месторасположению, вы, во-первых, скорее всего, неформально сообщите о себе, это рекомендации знакомых, это ваш личный вход в какой-то офис, если такое возможно. В большой компании это длительный процесс переписки. И вот сейчас я обращу внимание еще вот на что. Когда вы ищете работу, вы, по сути, работаете. Что является элементом вашей работы? Ну, во-первых, подготовленный толстенький блокнотик с ручкой, которая лежит на видном месте. Вы в него помечаете все компании, которые вы откликнулись. Понятно, что нажать кнопку «Отправить резюме», особенно на сайтах, это быстро. Но нет ничего более отвратительным для рекрутера, уж поверьте. Если я звоню соискателю в рабочее время, а вместо того «Здравствуйте, я из ООО такого-то», вы отправляли нам свое резюме. «Какое у вас? Кто вы? А что у вас за профессия?» Ну, сделайте так, чтобы вы хотя бы понимали, куда вы отправляете резюме. Я согласна, абитуриенты, студенты, выпускники, они отправляют резюме десятками, может быть, даже сотнями. Они не всегда действительно помнят, куда отправили. Чем старше вы будете становиться, тем более точечным будет ваш поиск. Тем вы будете понимать, что вот у вас есть всего две компании, и я жду звонка от компании «А», вот она, я все про нее знаю. И я жду звонка от компании «Б», вот она, я все про нее знаю. Я уже разобралась. И я, может быть, даже знаю, кто мне позвонит, как зовут этого человека. Потому что в отделе рекрутинга есть телефон и фамилия. То есть вы должны быть готовы к звонку, вы должны быть готовы, ну, действительно, вежливо вести разговор в рабочее время. Самые отвратительные мои разговоры в рекрутинге были «А, здравствуйте, я сейчас на даче, ну, давайте созвонимся через месяц, у меня вот тут тепличка, помидоры». Ну, в общем, к концу лета, глядишь, и найдем работу. Извини, вдруг к концу лета ты мне уже не можешь. Я не хочу разговаривать с твоей теплицей. Я поищу того, кто готов бросить свою теплицу. Ну, таких вещей на самом деле много. Мы все понимаем. У кого-то семьи, у кого-то дети. Кто-то не проснулся, кто-то болеет в данный момент. Бывали разные созвоны, поверьте мне. И иногда действительно приходилось звонить, а человек лежит в больнице. Ну, тогда вежливо сообщите, когда вы перезвоните в эту компанию. Ну, и будьте морально готовы, что вашего перезвона вы дожди. Сейчас почти весь рынок труда – это рынок труда работодателя. Если вы нередкий специалист и за вами не бегают, тогда будете бегать вы. Еще один аспект. Вас могут пригласить на собеседование прямо сегодня. Пожалуйста, подготовьте свой комплект документов. Если у вас есть проблемы с обменом паспорта, с получением каких-то допусков, и они у вас не продлены, заменой каких-то документов, пожалуйста, сделайте это вовремя, чтобы не получилось так, что вы пришли, ну, как бродяга на собеседование. У меня этого нет, этого нет, этого нет. Бывают, конечно, смешные эпизоды. Я люблю рассказывать всем своим студентам, как одна моя соискательница, бухгалтер, пришла и принесла паспорт в файл-пакете, в паспорте перемешку с гречневой кашей. И ее муж утром сунул ее паспорт в гречневую кашу. Она пришла, сама дико смущаясь, что вот извините, вот сегодня утром произошла ситуация, я прямо сейчас иду в паспортный стол обменивать все это безобразие. Да, понятно. Но если у вас давно какая-то назревшая проблема с документами, особенно советую девушкам, вы выходите замуж, вы меняете фамилии, пожалуйста, вовремя замените все свои документы. А то получать письмо от Татьяны Ивановой в девичестве Петровой с почты мужа Иванова, а в документах Анна Сидоровова по прежнему браку, ну, это как-то сложно. И это не характеризует вас как ответственного человека. Еще один момент, кстати, тоже важный. Иногда получение работы – это фактор времени. Погладьте себе рубашку и штанцы, и пусть они висят готовыми. Подготовьте одежду, соответствующую сезону и ситуации. Подготовьте ваш портфель, чтобы ничего не забыть. И тогда, когда вам скажут, а когда вы сможете приехать? Вы сможете небрежно заявить, да хоть сейчас, и просто просчитать время. Подготовьте приложение такси, если вы едете на такси. Пусть у вас будет купленный проездной, пусть ничего не создает вам проблем. Ни дыра на носке, ни потерянный проездной, ни потерянный паспорт гречневой каши. Вот какая-то базовая подготовка, что я сижу на низком старте. Даже если меня сию минуту пригласят на собеседование, я все равно готовый человек. Ну, девочкам посоветуют почистить перышки и делать это регулярно. Парням, кстати, тоже. Ну, о собеседовании поговорим отдельно, и внешний вид на собеседование – это тоже тема для отдельного разговора. Спрошу еще вот о чем. Скажите, господа выпускники, как часто на первой и, может быть, на второй работе вас просили забыть то, чему вас учат в университете? На самом деле, как ни странно, меня об этом не просили никогда, только если говорили это вначале как-то в шутку, потому что эта фраза сейчас такая на слуху у всех, и как-то модно, знаете, сказать вот это, типа всем улыбнуться и все. Но вот так, чтобы всерьез прям, типа ты все забываешь, мы тебе рассказываем все новое, как бы такого на самом деле, к удивлению ни разу не было. Тогда вопрос, Кирилл, а что вы сами понимали, что вот в университете меня готовили к этому, а это не так? Ну, профессия маркетинга довольно практична, поэтому здесь нету каких-то там скриптов, которые нужно вот прям зазубрить и действовать только так, как тебя научили. То есть, как бы мы рассматривали какие-то компании, которые существуют сейчас, как они поступают, что они делают, анализировали их. Поэтому это нельзя забыть, это было на самом деле в жизни нашего города и других каких-то компаний. Поэтому из-за этого можно просто сделать какие-то определенные выводы и подстроить их под то, что ты наблюдаешь сейчас, и просто как бы применить так, как нужно. А забывать, как бы, ну, мы же, допустим, свое прошлое же не забываем, потому что оно было, как бы, и его никуда не выкинешь. Также и вот истории с аналитикой компании, которые происходили на момент моего обучения. Они были, и они, как бы, оставили свой след в моем подсознании. Поэтому просто применю эти знания тогда, когда они будут необходимы. А как это происходит у инженеров? Ну, на самом деле, меня тоже не просили забыть что-либо из университетской программы. Даже, наверное, люди ждали скорее того, что я могу привнести что-то новое благодаря какой-то профессии, не по специальности в эту деятельность, они меня берут. Вот здесь, так что я согласен с предыдущим оратором в этом плане. Тогда еще один вопрос. Вот придя на свою первую работу по специальности, было ли что-то, о чем вы пожалели, что вот надо было что-то изучить? А надо было, когда советовали на втором курсе, что-то такое сделать, но условно говоря. Вот это... Я передаю слово. Кирилл Толокнов. Кирилл. Ну, я вот выскажусь так, что как бы, как вы сказали в самом начале, самый, наверное, главный совет это в том, что все нужно начинать как можно раньше и цепляться за любые возможности. То есть, если тебя где-то порекомендовали, что-то посоветовали, не стоит думать, что я пока что на это внимание не обращу, как бы всему свое время. Как бы свое время может и не прийти, на самом деле все это уйдет далеко в прошлое. Поэтому за любые там практики, тем более, когда какой-то преподаватель говорит, что есть компания, где можно там пройти практику или подработку, за это нужно хвататься просто обеими руками. Потому что как бы ты не был уверен в себе и каким бы ты себя не считал хорошим специалистом, это не значит, что тебя кто-то считает хорошим специалистом из других людей. Поэтому цепляться нужно за все и как можно раньше. На втором, на третьем курсе, неважно. Даже если это не полностью как бы твой профиль и ты не горишь этой идеей. Ну, отработаешь, будет там справка, выписка, я не знаю, все что угодно. Любая бумажка, подтверждающая, что ты где-то кем-то был, она всегда может пригодиться. Бумажка никуда не денется. Она подложится на полку, в портфолио, не в портфолио. И где угодно, когда угодно. Это очень важная вещь. То, что вы не просто где-то были, а то, что какая-то компания признала вас годным. То есть, а если вас признали годным в этой крутой компании, неважно, может, вы там в костюме цыпленка танцевали. Но вы были хорошим цыпленком, значит, все хорошо. Кирилл Камолов, а у вас какой опыт в этом вопросе? Ну, на самом деле, вот самый ключевой вопрос, действительно, уже затронут был, то, что если раздается звонок от возможного работодателя в момент твоей учебы в университете, конечно, нужно сразу говорить ему, что вы готовы. Потому что потом, после того, как депутат и будет больше свободного времени, возможно, такой звонок не раздастся и придется искать самому, а здесь все было бы намного удобнее. Поэтому, если есть предложение еще в университете, нужно на это соглашаться. Но я не знаю, на самом деле, применимо ли это к стажировке. Ну, может быть. Но к работе, вот как если тебя действительно берут на работу, на зарплату, вот, это было бы, конечно, нельзя упускать. Да, да. Я еще добавлю от себя, и учитывая свой опыт, когда-то давний опыт первого трудоустройства, я тоже в конце пятого курса в двухтысячном году как раз первый раз работала по специальности. И это такой ваш переходный мостик. Вы можете работать в Макдоналдс на третьем курсе. Вы можете где-то еще подрабатывать. Вы можете, вот правильно Кирилл говорил, участвовать в вопросах или что-то еще. Но на момент выпуска желательно хоть какой-то маленький, но опыт, соответствующий вашему диплому. У диплома короткий срок годности. Если вы первые пару-тройку лет поработаете не по специальности, ваш диплом можно использовать как подставку под сковородку. Он, по сути, не нужен. И ваши знания устареют, ваши скиллы останутся неразвитыми. И, собственно, вы как профессионал в условиях, тем более, конкуренции работать уже хорошо не сможете. Еще, кстати, один важный момент. Вот Кирилл Камова затронул. Июнь – это время, когда вся система образования вашего региона выкидывает несколько тысяч выпускников вашей же специальности. Особенно Москва. Рекрутеры в этот момент просто блаженствуют. У них выбор гигантский. Постарайтесь найти работу ну хотя бы в апреле. Хотя бы пораньше. Потому что иначе у вас конкуренция будет в разы больше. Еще, кстати, один важный момент. Кому-то иногда кажется, что можно отдохнуть после диплома. Пожалуйста, не делайте так. Отдыхать вы будете, когда у вас появится ваш первый отпуск. По закону это может быть через полгода. Традиционно через 11 месяцев. Ребятки, вы молодые. Есть Новый год, 8 марта, 1 мая. Отоспитесь, отъедитесь, отгуляйте. Нет у вас права на отпуск после диплома. Пожалуйста, не ходите в отпуск. Даже если мама с папой подарили вам путевочку на море, поблагодарите маму с папой, попросите так не делать. У вас нет времени на море. У вас будет загар, но не будет работы. Это очень правильно. Это жесткий конкурентный рынок. Если вы протянете, за лето кто-то уже нашел работу, а вы были на море, через год вы будете ее искать, а там уже новые выпускники подоспели. Об этом тоже стоит подумать. Ну, в общем-то, я бы, наверное, заканчивала свой рассказ на эту тему. Мы все обсудили. Марин, есть у вас какие-то вопросы? Кирилл Камолов и Кирилл Толокнов. Расскажите, пожалуйста, какие стажировки вы включались во время вашей учебы? Вот у Кирилла интересный опыт учебы по обмену в Китае. Как это приходилось в работе международной компании? Ну, на самом деле, я, конечно, это все рассказывал на собеседовании. Наверное, это принимали к сведению, но так, чтобы именно из-за этого меня взяли на работу, конечно, нет. Тем более, что стажировка была у меня по обмену в Китай в Пекинский университет на две недели. Опять же, в 2014 году. Хороший год был. Как раз перед этим я временно подработал и вот с этими деньгами поехал в этот Китай. На эти деньги поехал в Китай. Там нам преподавали несколько основных дисциплин на английском языке. Были люди с нами, которые поехали вместе, которым преподавали на китайском языке, и они оставались на более долгий срок, где-то на месяц, наверное, у них было. Ну, наверное, да. По всем вопросам ответил. Может быть, что-то еще... Кирилл, а у меня вопрос по поводу Китая. Чем отличается рекрутинг, допустим? Или вы нигде не искали работу в Китае? Нет, в Китае я не искал работу. Но это было бы, на самом деле, наверное, очень сложно для меня, потому что в Китае на английском языке говорят, ну, сколько, меньше 10% населения. Ну, то есть там, в принципе, человека, если встретишь на улице и спросишь, как пройти куда без гугла-переводчика на китайский, он не ответит. Вот, и по-английски можно не стараться ни у кого спрашивать. По-китайски какие-то фразочки нужны, но собеседование я, конечно, не пройду. Спасибо. Марин, вы подняли очень важную тему. Я хотела спросить Кирилла Толохнова. Кирилл, у вас очень большой опыт волонтерства. Я, наверное, не выдам ничью тайну, если скажу, что Кирилл у нас активист организации по защите прав потребителей. Есть такой классный проект. Мне очень нравится. Хлюш против, когда люди приходят и наказывают добром, пушистыми игрушками, но наказывают недобросовестных продавцов, которые продают по срочку. Как это помогло, если помогло? На самом деле, конечно, очень хорошо, потому что мы вот в последние годы стали заниматься еще и судебными делами, то есть после выявления правонарушений подаем на магазин в суд, и когда проводишь какие-то переговоры с администрацией магазина в качестве судебного порядка, многие в свое время говорили, что типа там у нас в компании не хватает там таких-то людей, если что, можете нам там позвонить, написать. То есть, ну, несмотря на то, что я прихожу к человеку, говорю там, ты виноват, я тебя накажу, он все равно как бы видит, что я, ну, в чем-то подкован, как бы, ну, размышляю какими-то законами, а не просто бросаюсь фразами. И как бы, ну, частенько говорили, оставляли свой телефон, и что, как бы, если какая-то помощь нужна будет, то всегда могу обратиться. Также вот к юристам других компаний, поэтому какие-то контакты, странички в социальных сетях тоже, как бы, всегда имеются на запасной вариант, что если вдруг когда-то что-то знаю, куда можно написать, позвонить. Так что студенты и выпускники, ваш волонтерский опыт – это не просто добрые дела, это реально те скиллы, которые вы можете потом очень хорошо использовать, вот, Кирилл, на тому же вы доказательства. Марина? Да, ребят, еще такой вопрос про вашу активную внеучебную деятельность в университете. Как вам помог опыт внеучебной работы, ну, именно вовлеченности в различные, скажем так, научные общества, студенческие советы, студенческо-научное общество? Как вы это использовали? Какие навыки получили? И как это работало в вашей работе? Воспользуюсь, вот, решено. Я возьму первое слово, вот, в ответе на этот вопрос. Ну, опять-таки, можно говорить о бумажках. То есть, в основном, участие в каком-то студенческих конференциях на какую-то тему подразумевало под собой подготовку определенной статьи, ее рассказ и, возможно, дальнейшая публикация каких-то учебных материалов нашего университета. Поэтому у меня осталось, как бы, мало того, что сама статья, которая подразумевала под собой вовлеченность в какую-то тему, анализ конкретной ситуации, что дало мне непосредственно опыт и изучение дополнительных материалов. А также у меня остались сертификаты и грамоты об участии в определенных конференциях, которые, возможно, когда-нибудь мне пригодятся при предъявлении какому-нибудь новому работодателю или просто, чтобы доказать, что я что-то умею, и где-то были мои публикации. Вот, с моей стороны, на самом деле, я много где в университетской жизни участвовал и в студенческом совете, и в студенческом совете, и в студенческом научном обществе, где я вел что, где, когда. Это, наверное, было три последних года моей учебы. При трудоустройстве на работу я не могу сказать, что это мне помогло, потому что я на этом не акцентировал внимание, хотя, ну вот про что, где, когда я, конечно, говорил. Это, по-моему, такая вот особенность небольшая, ее можно заметить. Ее можно похвалиться. Да, да, похвалиться. Ну, то есть в личном разговоре уже под конец приема на работу там с HR, да, можно сказать, а еще я в ЧГК вел. Вот так вот. И вопросы подбирал. И они такие, ничего себе. Ну, все. Мы вам позвоним. Ну, мне нечего сказать после такого оптимистичного финала. Как вот заметил предыдущий оратор, ну, работодатели – это тоже люди, у которых есть своя жизнь, свое какое-то отношение к определенным организациям, проектам, каким-то событиям в стране. Если ты как-то не в намеку рассказываешь о том, что ты был с чем-то связан, быть может быть, они тоже мечтали быть с этим связаны, или они прям всей душой тебя поддерживают. И именно вот, ну, человеческий фактор никогда не отменяется. То есть они подумают, вау, блин, я тоже это хотел сделать, а он это сделал. Я бы хотел иметь его у себя в команде. Ну, вот никто не знает, как все обернется. Да, это так. Марина? Ребят, и такой напоследок еще вопрос. Как вы себя чувствовали? Были ли вы уверены в предыдущей на работу, когда проходили все этапы отбора? Вы были уверены в себе? Вы с гордостью говорили о том, что вы выпускник такого-то замечательного Московского монетарного университета, или где-то у вас оставались какие-то сомнения? Какие чувства испытывали при приеме на работу? Ну, нельзя сказать, что я прям шел на всех стадиях уверенно. То есть, ну, я как бы не люблю себя возвышать там перед кого-то, считаю себя там обычным рядовым студентом, поэтому всегда, да, боялся, что я сейчас что-то там потеряю. Но наблюдая за другими людьми, в чем-то, конечно, я понимал, что я знаю больше, чем они, умею больше, чем они. И, конечно, шансов по сравнению с другими я себе давал гораздо больше. Ну, и в целом, как бы прошел успешно все катерии отбора. Собственно говоря, на практику я попал через университет, потому что к нам приезжали представители торговой компании и набирали людей на практиковую компанию с долгосрочной перспективой. Я как бы на него записался, прошел обучение, прошел различные тренинги в офисе и в дальнейшем успешно трудоустроился. Да, с моей стороны, я не чувствовал, на самом деле, преимущества, но не чувствовал и уязвимости какой-то. Ну, то есть, есть диплом, как таковой, специалиста на руках. Можно идти, в принципе, в любую компанию с высшим образованием. Называл университет, из которого я выпустился, Московский гуманитарный университет. Замечательно. И, ну, в принципе-то, после университета как раз работу я искал довольно долго, то есть, у меня на это ушло больше полугода, поэтому я могу сказать, что здесь играет роль и время. Если сначала ты уверен, то потом ты менее уверен, потому что работодатели начинают задавать тебе вопрос, почему ты не нашел работу быстро. Да. А ты не знаешь, что им ответить, кроме того, что ты очень придирчив. Придирчив, да, тогда что со мной не так. Да, что со мной не так. найти, ну и так далее. Да, вот здесь уже начинается та самая репутация именно соискателя, которая тоже формируется. Очень любят задавать вопросы, на скольких собеседованиях вы были, а почему вас там не взяли, а как вы считаете, почему вас... То есть, оценивают и вашу способность к рефлексии, ну и вообще ваш опыт, да, что с вами не так, если вас не взяли в крутых компаниях. Но, наверное, чтобы немножко все-таки избавить наших слушателей от испуга, я скажу, действительно, вы отправите несколько десятков резюме. Позвонят вам десятая часть, в лучшем случае, от того, что вы отправили. Рекрутеры не очень любят утруждать себя, даже ответной кнопочкой вы там не подходите. Пригласят вас после разговора по телефону еще меньше, а пригласят вас на работу, ну, совсем чуть-чуть. Поэтому просто морально готовьтесь к тому, что это очень большой выбор. Причем его делают и в отношении вас, и не всегда потому, что вы плохой, вам отказывают. У них могут быть какие-то другие реалии. Мы еще отдельно поговорим о собеседовании, я подробно коснусь этой темы. На самом деле задача просто войти в эту коллегу, начать искать и продолжать это делать и не останавливаться. И войти как можно раньше, то, о чем мы сегодня говорили, не останавливаться ни при каких обстоятельствах. Коронавирус сейчас вам не мешает, кризис вам не мешает. Вы все молодые, активные, сильные, значит, вы способны это преодолеть. Потом будет что, рассказать лет через 20 своим студентам либо своим студентам. До новых встреч. До новых встреч.